2003 год. Грузия. Волна протеста, организованная прозападной оппозиционной силой, завершилась отставкой президента Эдуарда Шаварднадзе. Правительство тогда отказалось от применения силы. Это событие вошло в историю под названием «Революция Рос». 2013 год. Украина. Участников акции протестов во многом поддерживали грузины. Поддержку Украины объясняли защитой будущего Грузии, поскольку угроза для обоих государств одна – это Россия. Общество тогда активно обсуждало вероятность повторения Майдана в Тбилиси, хотя опасения не оправдались. «Поддержку Украины не поверили, пока украину не оправдались». «Конечко украинцы, которые не потратили, что они сохранят на землю, которые не нужны». «Спасибо, что нам помогают им, им уменьшать, им место, чтобы застать. Причин для Майдана в Тбилиси не видит бывшее правящее, а на сегодняшний день главная оппозиционная сила Грузии – единое национальное движение. Партия, которая в 2003 году пришла во власть при помощи революции, сейчас планирует вернуться исключительно путём выборов. Все, что в стране необходима стабильность, согласны все стороны. Но впереди выборы, итог которых почти всегда служит причиной для разногласий. Правящие коалиции в победе уверены. В оппозиции же говорят, что в таком случае они будут считать итоги голосования сфальсифицированными, что само собой не исключает протеста со стороны населения. Все, что в этом случае они будут считать, что они будут считать, что они будут считать. готовность к Майдану со стороны оппонентов, но исключают силовой ответ со стороны правительства. А у общества, как оказалось, ответ уже есть. У представителей разных социальных слоев и возраста одинаковое мнение. Соглашение. Соглашение об ассоциировании, тесные отношения с НАТО, либерализация визового режима – основные достижения нынешнего правительства Грузии. Согласно последнему исследованию Национального демократического института на вопрос, согласны ли вы с целью правительства Грузии, чтобы страна стала членом Евросоюза, 77% опрошенных дали положительный ответ. По сравнению с 2015 годом этот показатель вырос на 16%. Стало больше и тех, кто считает Россию реальной угрозой. Согласно последнему исследованию Национального демократического института на 16%. Но немало значима роль СМИ. По словам аналитиков, со стороны России учащаются попытки вмешать института на 16%. В результате в редакционную политику разных каналов, печатных издательств или интернет-ресурсов. Хотя повод для позитива всё же есть, говорят наблюдатели. По их словам, грузинские СМИ с давлением справляются. Потому что знают, в ином случае они потеряют доверие населения. СМИ. 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 Несмотря на неоднократные попытки, российская пропаганда утвердиться в Грузии не сможет. Подавляющее большинство населения поддерживает прозападный курс. А самое главное, что вместе с народом за этот курс и правительство страны. Что исключает возможность Майдана в Грузии. Хотя всё зависит от выбора. Как и в любом демократическом государстве, акции протеста здесь не исключают. Но все сходятся во мнении, что Майдана не будет.